Доброе утро, друзья! Меня зовут Алла Кичиджами. До глубины души задел заголовок сегодня с утра. Статья в достаточно уважаемом издании называется так «Может ли домохозяйка преподавать мат-анализ?». В пух и прах разбиваются все онлайн-курсы. На них же нет ГОСТов, нормативов, одобрений министерских. То есть такое клеймо на всех, что некоторым вещам, мат-анализу в частности, научиться нельзя. Я же ответственно утверждаю, что каждый человек знает, что такое площадь. Вы же знаете, что такое площадь квартиры, площадь дверей, окна. То есть вы знаете, что такое площадь. Вы сможете вычислить площадь под любой кривой на графике. А это уже мат-анализ. Значит, вы сможете произвести интегрирование. А это всего лишь сложение площадей таких узеньких-узеньких полосочек, таких прямоугольничков, либо трапеции. Понимаете? Вы же вспомните формулу трапеции. Это просто половина высоты на сумму оснований. Ну, все помнят. Ну, не помните, можете подсмотреть. Нет, человек, который не помнит. Квадратик, как вычислить, если он нарисован? Если квадратик, одна сторона на другую одинаковая. Два в квадрате можно нарисовать. А если разные, то прямоугольник получится. Это понятно. В чем причина непонимания? Только в терминологии. Там этот птичий язык, кодовый, математический. Да он не хуже, чем любой другой иностранный язык. Он красивый. Только как математики у нас в группе разговаривают. Слушай, как гуманитарии формулы воспринимают? Ну, я думаю, как страшноватые картинки. И когда ты смотришь, целом крыша едет. Кажется ничего непонятным. Но для этого мы вот в группе «Математика великая и ужасная». Я видео бесконечно записываю. И раскладываем. Поймите, дельта х — это всего лишь основание, допустим, трапеции. Или одна сторона прямоугольника. Как только вы разделили площадь под любой кривой на графике, да, и хотите это интегрировать или суммировать, то у вас получается всё то же самое. А по оси у у вас получается вот либо основание трапеции, либо высота прямоугольника. И всё, там нужно просто знать, там, по правой, левой границе, средина или по типу трапеции, какую формулу, по сути, подставлять. Но это называется f от х. Источкой обозначается просто порядковый номер. Дельту х надо понять, что вот этот предел, что это совсем простая вещь, там, вычесть координаты и поделить на количество частей. Слушайте, ну честно, я не хочу обидеть математиков, но вы должны как-то вот пересмотреть свои отношения к другим людям. Понимаете? Когда человек говорит, я не понимаю, что такое функция, да скажите ему, смотрите, подставляешь, есть функция, допустим, у равно х в квадрате. Ну то есть это же записывается, f от х равно х в квадрате. Вот. Что значит надо? Есть х, подставили в эту формулу, получили у. Душа болит из-за одних, из-за вторых. Гуманитарии говорят, технари нас считают инвалидами. Ну и правда, знаете, такие неприятные шутки присылают. Но, а с другой стороны, математики говорят, боже, ну как мы в двух словах объясним? Мы же не переводчики с математического языка, она естественная. И вот понадобился такой проект. К нему огромный интерес, почти 14 тысяч у нас в группе. Только по одной причине, что там мы не просто простым языком, а мы объясняем, что откуда взялось, смысл этих формул, на которые смотришь и просто от боли сердце разрывается. Кажется, это вообще восприятию не подлежит. Только значок суммы этот перевернутый Макдональдс или значок интеграла, там корлючки какие-то, вот эти функции везде. А там же нет ничего. Там площади, понимаете? Сумма площадей. Я надеюсь, что я вас убедила, что любой человек, не будем называть и дифференцировать по ролям в обществе, домохозяйка, либо дворник, либо еще кто-то, любой человек, который есть мозг и который просто знает, что такое площадь комнаты, может понять, что такое интеграл.